МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, немного подвигались на American Airlines Arena. Сейчас поедем на downtown в одно очень красивое место. Поснимаем. Там чуть-чуть видео. Вот American Airlines Arena. Хэт. Прикольная арена, да? Вмещает около 35 тысяч зрителей. Вот здесь у нас... Что еще у нас тут интересно? Здесь находится парк. Классный парк. Мне здесь нравится гулять. По вечерам я приезжаю сюда, чтобы прогуляться, подумать о дальнейших планах, поразмыслить, посмотреть на спокойную воду, посмотреть на лодочке, проплывает мимо. В общем, насладиться моментом, как говорится. Так что иногда нужно остановиться и подумать о жизни, подумать о том, кем ты хочешь быть, кем ты реально хочешь быть, а не кем хотят окружающие. Не быть ведомым, вот что самое главное. Не быть ведомым и верить в себя. Вот что всегда я говорю на тренировках своим детям. Также я хотел бы сказать о тех людях, которые продвигают спорт. Думайте, прежде чем что-либо делать, потому что иногда вы делаете очень глупые вещи. И берите пример с города Рязань, берите пример с Фоменко, берите пример с Ины Чекуновой. Вот те люди, которые делают хорошие вещи. Дену Брэкер, 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 Брэкер. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, спортсмены, всем привет. Сейчас находимся на American Airlines Arena. Я заехал сюда, чтобы просто посмотреть на вид, который вы сейчас увидите дальше. Здесь обалденное место, где можно порелаксировать в Майами в детдах. What's up? Check it, check you have an Instagram? Yeah. We're just going to follow you. Oh, nice, nice. I make the same. Check my Instagram, I write you. Сейчас с ребятами. What is it? One second. We can take a picture with you. We can take a picture with you. Yeah, yeah, yeah. Let's go, let's go parking here very quickly. This girl says just one minute we have. Let's go. Нормально, ребята. Сейчас с ними сделаем пару фоток. Okay, I followed you. А-а-балан. А-а-а. А-а. А-а-а. Когда я начинал 5 лет назад, тренировки состояли по 7 часов, 7-часовой рабочий день, 7 часов я приходил утра и тренировался примерно 3 часа, затем у меня был небольшой перерыв, и затем я еще дорабатывал свой тренинг еще 2 часа, ну и вечером была растяжка. Сейчас же, конечно, я сделал уже меньше, меньше тренируюсь, больше делаю промоушен, больше общаюсь с детьми, делаю то, что мне нравится. В Америке, конечно, я больше уделяю себе времени, нежели кому-либо. Тренируюсь только для себя здесь, потому что как таковых детей здесь нету, и особо не очень нравится тренироваться с атлетами, которые ничего не могут. В Америке вообще мало людей, которые что-либо могут здесь очень... Хотя вы думаете, что спорт в Америке на большом уровне. Я с этим не соглашусь. В последнее время Россия очень сильно вступила вперед в этом плане. Но опять же, с точки зрения промоушена, с точки зрения уважения спорта, Россия ушла вниз. В России не поддерживают спортсменов вообще. Вообще не поддерживают спортсменов. В этом плане, конечно, плохо, так как я ходил в своем городе, в городе Кирове, ходил к министрам. Но никто так и не поддержал спорт. Никто ничего не сказал. Все сказали, что мы поддерживаем только гимнастику. И то я спросил маленьких детишек, как они поддерживают гимнастику. Это смешно. Это смешно выделять 100 долларов на человека, когда он едет на соревнования. Это очень смешно, ребята. Так что в России спор не поддерживается, хотя Россия занимает второе место по нефти. 500 миллионов галлонов в год. К сравнению, Дубай выделяет всего лишь 150 миллионов галлонов в год. Так что разница большая. Что еще хотел сказать? После того, как вы провели такой день, 3 часа с утра, 3 часа после обеда тренировались, вам нужен отдых. Отдых – это спокойствие. Это прежде всего спокойствие. Никто не должен перебивать вас. Никто не должен вселять какие-то идеи, какие-то рабочие моменты. Допустим, если вы тренируетесь и вы работаете, старайтесь думать больше всего о тренировках, чтобы вам выйти на следующий уровень, нежели о работе. Так как работа будет все время пытаться вас перебить ваши тренировки. Это самое главное. Если вы уже полностью переходите на работу, на свою ежедневную рутину, тогда уже ничто не поможет вам. Вы уже никогда не измените этот стиль жизни. Так что это очень важно. Больше всего времени уделять тренировкам. Что еще хотел сказать? Окружайте себя правильными людьми, окружайте себя умными людьми, окружайте себя друзьями, чтобы друзья мотивировали вас, чтобы друзья помогали вам. Это самое главное. Мне на протяжении своего пути всегда помогали друзья и всегда верили. Верили в меня. Отец постоянно поддерживал. Мать. Все верили. Все верили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон»